Белорусскую и российскую молодёжь объединит совместный проект «Поезд памяти». Состав проследует через Брест, Гродно, Витебск, Коршу, Гомель, Могилёв и финиширует 3 июля в Минске. На территории России он сделает остановки в Смоленске, Москве, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. С каждым регионом сейчас детально прорабатывается маршрут движения. В Беларуси в ближайшие дни начнётся сбор берёзового сока. Приобрести его можно в лесничествах, а также в местах выездной торговли. Сколько заготовят тонизирующего напитка в этом году, зависит от погоды. Обычно горячий период длится 2-3 недели. Март отмечает всплеск обращений по поводу изменения цену в интернет-магазинах после подтверждения заказа. В связи с этим ведомство призывает покупателей тщательно проверять продавца перед покупкой, чтобы не оказаться в спорной ситуации. Особое внимание стоит обратить на шоппинг в социальных сетях. Сегодня Белпочта предлагает бесплатно отправить весточку близким. Акция проходит в честь 30-летия первой марки Беларуси. Во всех отделениях связи можно приобрести открытку, подписать её и выслать своим друзьям в любую точку нашей страны. В Бобруйске с 18 по 22 марта пройдёт профилактическая акция. Сотрудники ГАИ обратят внимание на соблюдение скоростного режима. За нарушение грозит штраф до 384 рублей, за повторные – до 480, или лишение права заниматься определённой деятельностью сроком до одного года. Игра Продолжение следует... Продолжение следует...